типа компании другой. Ну так, начнем с простых вещей, потому что торговые знаки охраняемые, ну, являются интеллектуальной собственностью, и без разрешения ты просто так не можешь взять и публично показывать логотип первого канала на стриме. Кстати, где мой логотип первого канала? Ладно, не будем. Поехали, друзья. Разогреваемся, просыпаемся, собираемся, готовимся морально к Хэппичу. Мун правый верхний угол, практически не сомневаюсь в том, что ГЛХФ мастер, мастер, понимаете, Хантер, ГЛХФ и смайлик ставит. Да, конечно. Да, потому что, когда Мун... Так, ну вот этот коттан, у меня, конечно, я сейчас дверь закрою, все. Мы бы видели взгляд жены, когда я высунулся из двери и строго сказал, котов контролирую. Она как-то растерялась даже, а как контролировать котов? Ну, так, Демон Хантер у Хантера... Да, Демон Хантер у Хантера. Ну, Демон Хантер у Муна. Окей, хорошо. Демон Хантеру, напомню, чуть-чуть в последнем патче... Ну, усилили его, точнее, вернули частично... Короче, Маноберн не по 60 маны, а по 50. Вспоминаю, как за 50 маны можно было на третьем уровне манобернить по 300 маны. Ммм, в Роке было прекрасно. Да, я потише сделал англоговорящих, потому что они сейчас... Вчера они были тише. Я ничего не трогал. Они сегодня были на старте еще тише. Я сделал погромче, потому они вернули звук, видимо, и в результате... Да, все, сейчас должно быть получше. Начинается криппинг. Под присмотром. Оба виспа, короче, рядом находятся. Кольцо. Кольца сейчас другие. 2, 3, 4, плюс единичка на каждом из уровней. Для Димки, конечно, кольца... Кольца хороши тоже, потому что у него и ХП, и армора побольше. И Лэжн, кажется, не вмешивается вообще в армор. Никаким макаром. Да. Ну, колечко, которое дает три армора, это где-то процентов 15-16 к здоровью. Так. За виспом побежал Мун, но, может быть, и не за виспом, просто выигрывает время. Правда, непонятно для чего. Выходит первая арча, вторая арча. Соединяется с Димкой, Т2. Застроечка на мэне. Ну, пока их не отличить даже. Вот, и начинается. Ну, плюс одна арча сейчас будет у Муны. И даже до того, как подошла арча, то ли Мун сделал первый... Ой, арчорка подблочивает. Уже по мелочи, но проигрывать начинает Хантер. Уже плохо. Нет. А с чего? С серклеткой будет... Да, с новым кольцом оно должно уже быть лучше, чем серклетка. Ну, что-то по ХП нет. По ХП нет. По ХП Мун. Надо вообще посравнивать. То есть серклетка, она комплексная. Ооо, ошибка. Ошибка от Хантера. Ооо, 4-3 хита у него было. Одна стрела, и Демный Хантер бы умер. Ну, такой реген сумасшедший. Надо посравнивать. Но мне кажется, что кольцо плюс 3 будет лучше серклетки. Ну, то есть, если не делать Берна, ничего не делать, просто... Апнутый Берн так сильно повлиял на матчап... Не-не-нет. Ну, там же еще Козлика немножко приспустили, там ему инты меньше, ульта по-другому работает. Ну, в смысле, инвол теперь одну секунду вместо трех. До этого еще подфикшивали прикопку в прошлом патче на героев по длительности. То есть, скорее всего, постепенно, постепенно. Нейтрализовали одного, подняли другого. А еще баллисты, собственно, механику поменяли. А у Козла это один из... Ну, это одна из ходовых стратегий. Так, давайте. Хантер подрезал там... Подрезал, поставил Сентри Вард. Ну, у него Димка такой битый. Хотя у него ДК... ДК второй. ДХ второй, извините. А-а-а, не понимает Му... Ошибка от Луналикова, лол. Лол? Лол. Ну, то есть, он должен был протыкать, он должен был увидеть, что там... Да, наги выбежали, разбежались, расползлись в разные стороны. Он должен был протыкать и увидеть, что там Вард уже потрачен был один. Правда минус Арча у Хантера, а это минус Нага, кстати А он недоконтролил, блин, Нагу свою Да, Наберна их должен добить Ну покажите, ну А может, кстати, если... Просто Монаберна не хватит, надо ударом и Наберна Ну! Хантер еще в центре мог подвести Нагу после первого выстрела своего Недоконтроливает, короче, Хантер, Мун тоже играет не идеально Смотрим сейчас, видимо, от первого лица, да О, смотрим, как контролит Луналеки, впитывайте скилл Так, отменил, кажется, лорницу одну Начал бить по виспам Вообще, как-то медленно Мун контролит, что это такое? Мун, ну чего? Просыпайся! Блин Я вспоминаю, там, как Фуфа мне написали Что, Майкер, ты не очень, ты Выучи хаткей, пользуйся хаткеями Не знаю, надо Муну тоже написать, чтобы он Тоже хаткей использовал Нагу заказывает в алтаре без хаткея, ну как так? Да, Кейк тоже отмечает, что мышкой Нагу заказал Ну, я считаю, что любой, как бы, шатнет его после такого Окей, хотя Император тоже, кажется, обсидианки заказывают без хаткея Но не нам его судить, ребят, не нам его судить Продолжается противостояние Хантер не так... Ну, ладно, поджал, поджал Подблочил Арчо и спас свою Арчу, молодец Да, хороший Вард Ну, он, кажется, спалился То есть его было... Поворот его было видно, кажется, даже было слышно Это же Хантера показывали сейчас от первого лица, он же за синего Конечно, Фарту, конечно Там тонкость, ты можешь быть за синего в любой момент времени, если нажмешь Альт-А Ладно, хорошо Я ориентировался просто по правому верхнему углу, там был Мун, а еще его портрет слева внизу показывали Ну, ничего, бывает Так Лорницы Дрядки А там уже Т3, я пропустил Т3 2-1 Медведев... У него косарь, косарь на руках С лесом есть проблема, но, скорее всего, это связано с заказом Грейдов Так Мне пока что не скажешь, что один на голову выше другого, понимаете? Особенно после того, как показали, как лениво Мун контролит Рушатаура не нужна Книжка Ну... Я могу объяснить Он сделал это через шифт, но потом, не дождавшись, дал приказ основной группе Вот, и сделал просто это нетипично для себя быстро И... Ну, короче, ребят, он старается Если коротко, он старается, не судите его строго Все нормально Так, вот сейчас за этого огра голубого надо посражаться Там зарядный артефакт хороший, может быть Ой-ой-ой-ой Хороший Берн, очень хороший Берн, хороший фокус Ну куда... Ааа, там есть бутылек у Муна, вот в чем дело Ну что ж... Ухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухğim Уххххххххххххх вы видели Настолько так У меня просто слов нет одни эмоции Я в шоке Но девайс забирает хантер большой инвул, блочит медведем Не, ну Мун какой-то ненормальный Да став там, да У меня сердечко ёкнуло Когда он там довёл Демон Хантера своего У него там было, не знаю, там 10-20 хитов максимум Он настолько поздно заюзал этот бутылёк Ну там просто от Димы уже почти ничего не оставалось Я не знаю, зачем он так доводил Потому что там 1-2 выстрела шальных каких-то Либо он видит все выстрелы, которые в него летят И чётко рассчитывает, всё нормально Причём он видит там замахи на Бёрн, замахи на Форкет То есть все вот эти вот рандомно болючие штуки Которые могут прилететь и отнять больше, чем обычно А может он просто старенький и не сразу прожал бутылёк Ох Начинается сражение Очень неприятная позиция для Муна Но он может спокойно подрезать Голубого Огра Неплохо, Камень Маны Просто сюда дальше лезть не хочется Под деревья Причём на развороте тоже нельзя сражаться Надо стафануть Мишку и отступать назад Один грейд на атаку Да, хорошая наверху панелька есть с актуальным составом Сейчас единственный плюс у Муна это позиция Что он отзонил Демон Хантера Потому что его там меньше Плюс он битый ещё Да, да, да Вот Рык-рык Всё очень красное А там свиток, ой, как хорошо Там правда тоже свиток Ой И телепортируется Мун Блин Вот вам и Хантер Нет, тут разница не такая по уровню То ли Мун старенький То ли Хантер на удивление хорош Я не знаю Да И он грубо не ошибается Подрезает Когда может контролить хорошо Очень хорошо контролит тоже Достойно Но вот у Муна, правда С Каких-то запасов по золоту ненормальные То есть он сидит на лимите 50 И вроде как у них размины равные И даже у Хантера по XP побольше Но скорее всего это связано с криппингом в первую очередь А, там Да, скорее всего с криппингом А не с Так, дирижабль А не с тем, что кто-то у кого-то Значительно больше поубивал Привет, Астрикс Всем добрый день, друзья Включаемся в голд Готовимся морально к хэппи против Лина Опа Немножечко Немножечко Ой, как Мишка подрезал Видите, обошел Ай, ну не до контроля немножко Там став есть, понятно Но Но наполучал, наполучал он Уроном Дабл стафф Оооо, отсюда надо Можно было перекупить зеппелин Ооо, слушайте А здесь можно было очень хорошо Хантера оставить Ну, во-первых, он битый У висп был Висп на мастерской Два хороших виспа Но они не все Задиспелили Ааа, не доконтролил Форкет прекрасно На трех виспов Ё-моё Рычи И рычит вообще Нет, здесь он должен выигрывать Да, Хантер понимает Что все очень плохо А прикиньте, он бы выкупил Да Улетел, улетел Еле-еле Да Сейчас просто в лорницу можно халяву Пока ты лечишься Лорницу Да, это ГГ Вот лорницы сейчас минус работали Они с одной стороны помогают отбиваться С другой стороны, видите, когда нужно защищаться И при этом строить лимит Не работает Такая схема Увы И сейчас стенка на стенку Любой равный размен Ой, пошел контроль, пошел контроль Смотрите, два дирижабля Один правда падает А Мун продолжает контролить Тык-тык Тык-тык Оп Ну Оп Ай, ну медведя спаси Просыпайся, луналикий Суммени о дем падает Еще один медведь При этом Да 57 лимита на 20 Ну там полный дирижабль медведей, видимо Ну почти Вот, и самое главное, что торопиться некуда Пока он там эти лорницы отстроит Пока он там начнет этих медведей достраивать Ты отступаешь Реджувишься Выпиваешь Идешь в атаку У тебя там 60-70 У него там 40 под 50 Максимум И до свидания Ну ставь, ну молодец Хорошо Все, это гг Дирижабли что-то спасает Мишек 50 лимита на 30 При этом лорницы только-только-только-только достраиваются При этом у Хантера нет даже запаса по... Ааа, Мун не теряет еще время Зачем? Зачем ты превратился-то? Эм... Нет, там у одного мана была медведя Но зачем вторым превращаться? Видимо он... Всех просто в... Всех выделил по ошибке Быстро и превратился Ну... Что там выпало? Что выпало? Что выпало? Выпало что? Хеленвард может? Нет, Анг Анг это нехорошо Ну понятно, что у них реген повыше Без формы, но он бы просто меньше дамага получил Если бы этими двумя медведями не превращался Так, пошел под инвизом Демон Хантер Муна Он ищет противника, пробует его поймать на криппинге ХП же меньше, что он у тебя отхилит проще Так это понятно, но ты же при этом начал крипиться Ты же не просто стоишь и лечишься Тебе нужно крипиться Четыре медведя у тебя там на мейне Скорее всего он просто задел этих двух медведей в форме, которые были здоровы Ну сейчас Манаберн какой-нибудь бодрящий в нагу Или в Димху, я не знаю Может быть он даже не будет проявляться до поры до времени Спровоцирует, например, для первого Вообще, наверное, выйти лучше Начать с Манаберна по наге Ну куда, ну ё-моё Может подблочит Да, наверное, здесь надо Ой, он блочит инвизом Демон Хантера Красиво И Берн сейчас прописать по этой Нет, он по максимуму пытается использовать Опять блочит нагу Да ладно Я не понимаю, почему Мун затягивает Ну то есть у него реально все очень хорошо У него денег кура не клюют 1300 на руках У него лимита было долгое время больше, чем у врага При этом он не... Ну так... Не сильно торопился Не лез воевать даже Более того, он отступал от противника Третий грейд на атаку 2-2 грейда У Хантера прекрасно А у Муна что? Тоже 2-2 Окей У Муна свиток-свиток еще О, пошел десант от Муна Не, он развлекать хочет Он хочет сейчас по это самое Поиграть с противником Муна Берн в одного, в другого Там какие-то... Да, и полетели медведи Медведи На дирижабле А там есть ТП? Есть ТП Став пошел Мун тупит Армия основная Почему дайс? Никто вроде не умер у нас 50 лимита, 50 лимита Все есть Ну Мун немножко... Да, он может покрипиться, конечно Благодаря этому Но армия не такая серьезная Осталась на криппинге Так по мелочи подрезает просто Что? Мун... А, это Муновский барак До сюда дошел Я уж думал Медведи снова начинают штурмовать базу Третья играет на атаку Чуть позднее у Муна Но это мелочь Сейчас очень сложно будет Хантеру выйти со своей базы Просто Мун пошел красную забирать Пока... Да, тут десантура опять Медведи дропаются На шахту Сразу влетает Ему нужно просто убеждаться в том Что врага рядом нет Пока он там... Э-э-э-э-э Пока он там крепит красную точку А, там Дайзон сказал Я послышал все-таки Дайд Вообще не нужно... Вообще не нужно... Я 되지... О-о, я-я-я-я-я-я-я-я-я... Почти-почти-почти... Еще можно, еще можно Нага далеко Оу-о-о... дропнуть уже близко близко нога здесь и он еле-еле вижн получил медведь тут же не было медведей близко хантеровский только один медведь справа обошел из-за елки выглянул дал инфу на а нет как какая разница что я несу блин диму то все равно видно он же сам все не обращать внимание не было этого все забыли так закончился мэйн закончился мэйн эншен ту винт для того чтобы контрить дирижабль 56 на 76 удивительно что хантер настолько хорошо и на равных сравне с сражается с мастером понимаете какое количество медведей уму на серьезно и куда ты сейчас пойдешь на север пойдут медведи ну понятно что мы сейчас опять диму так диму видно убеждаемся в том что диму диму видно дима слепой просто понимаете он сам не подсвечивать себя да 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 шизун я только сейчас понял что можно было это использовать в качестве аргумента я думаю погонит прям до мэйна но игра очень близко то есть возможно мун специальном середины под затянул немножко начала было прям очень ровно и что то что там что то все г-г-минус деван хантер и а тут еще надо машни уйти такому немножко провод видите завернулся на наушниках дикий дамаг сейчас получили перфекционисты а здесь все нормально выдыхаем приветствую друзья первый матч на сегодня только-только закончился впереди самое интересное еще мун с хантером сыграет будет еще у нас естественно хэппи с лином соки против еще кого-то в общем лучше из лучших играют как дима попал в окружении его видимо как обычно подблочили он отстал там же и и дрядки есть и нога есть ему постоянно блокирует передвижением но я думал что будет все-таки побыстрее но хантер хорош и лимон не очень оказывается привет директ кто дал подсветку на диму не знаю но никто не дал раз он умер хддт рад тебя видеть в качестве приза видите фрозентрон так подходит хелпер какой-то что-то случилось может у хантера не вроде там репки за это самое сохраняет давайте посмотрим вот с этого момента все уже было да уже было решено я думал что все таки мун не будет после этого затягивать у него было серьезное преимущество хороший контроль вы как как увидите тык 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 стафанул просто после этого ситуация была следующая 50 лимита на 30 лорницы строятся герой лучше все ну и грейды одинаковые то есть все остальное приблизительно одинаково зачем надо было затягивать непонятно пока закономерный 10 но по игре по игре мун конечно особенно от первого лица когда вот смотришь на на игру хэппи лучше контроля да не только хэппи медленно-медленно у муна там все там недоконтролил тут недоконтролил консилд хил да кажется называется карта мун красный левый нижний угол поменялись они респами ликсон говорит ну твич стрим нет а на ю тубе есть просто я бы не стал делать стоп старт если на ю тубе есть ну хорошо тогда смотрите на ю тубе если у вас проблемы с гг вообще переходите на гг гг лучший вообще сайт кейк подтвердит а все-таки козел да вот пожалуйста спрашивали спрашивали а где козел а вот козел мун причем будет играть через кипера ну муну кстати можно вот в отличие от большого количества эльфов которые там патч эльфов которые повылазили и мун короче умеет играть за разных героев поверьте за самых разных наверное один из немногих топовых игроков который имел смелость экспериментировать и с астратами и с героями на высоком уровне и за кого он только не играл я вот причем он даже за фаерлорда играл понимаете против ская за фаерлорда я помню отчетливо эту эту игру у него был видимо какой-то инсайт что скай может против него пойти в застройку и он построил фаерлорда пошел сразу на халяву крепить эксп скай увидел что на базе нет барака и пошел застраивать а когда к нему стелепортировался фаерлорд шестью элементалями он написал gg и вышел ну понятное дело что всякие панды рейнджерки бестмастеры соло алхимики патма первое понятно все 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 герои которые наверняка даже тинкер первый был давайте посмотрим к игре возвращаемся хантерс добивает во первых он с кольцом во вторых он добивает 1 нт надо мун не добивает почему-то не добивает своего энта хотя указал козла было огромное количество времени чтобы раз ну лапкой раскидать вот этого дамаг по двум ментам там совсем 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 небольшой урон так влево-межнем углу нам показывают от первого лица вот реально мун какой-то медленный реально медленный посмотрите апс кликает приблизительно так же как как и мун сейчас я не знаю как как это хотя вроде так 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 руки двигаются странным сейчас козел очень сильно попытает странно что у хантера вторые сапоги не купил шажа сапоги продаются по пару ну смысле по две пары А так просто козел от Димки убегает. Реально убегает просто, и все. Начало очень смазанное. Да, козлик покрепился чуть-чуть получше, но опять недоконтролили от Луна Ликова. Я просто переживаю, что с такой игрой Муну будет сложно дальше. То есть, ладно, Хантер. Ладно, Хантер. Но против товарища, который контролит лучше, как он будет вообще играть? Да, козел восстановил ману. Здоровье Арчи там бегают, а Димки. Кто-то лечился у Фонтана. Каждый занимался своим делом. Ага, подвязает таким вот образом Арчи. Колоссальное вложение по мане в эту Арчу. Колоссальное. То есть он потерял на Берни, потерял на Прикопки и потерял на Энтах. Минус 200 с небольшим маны ушло на эту Арчу. Т-2 доделывается. Чуть раньше Муны, чем у Хантера. Ну, он Энтов пытается использовать для Криппинга, но здесь сзади Димка, кстати... Ой, там Кролик подблочил немножко. Да. Недоконтролил опять немножечко Мун, к сожалению. Энт просто отдается специально, чтобы спокойно добить Голема. Что там выпало? Большой бутылёк маны. Окей. Опять. Он сразу его выпивает, сразу прикапывает, прячется. Ой, Нага, 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 Нага. Ой, как Арча вышла подблочить! Сказочная Арча, вы видели? Уже минус 2 Арчи у Хантера. Больше нет Прикопки. Наверху Нага. Две Наги, скорее всего, умрут. Нет, 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 нет. О, господи. К Фонтану или не к Фонтану? А, у Наги сапоги, вот почему. Да, видите, как сапожки зарешали. Вот взял бы Хантер сапоги в первый раз, козла бы гонял. И сейчас бы эти сапоги ему помогли. Да, это косяк. Ну, это урок, урок. Очень дорогой, конечно. Я думаю, что он спасает каждого униса. Ты уверен? Да. Да ладно, еще одна Арча, это уже унижение. Сколько он Арчей убил? Минимум 4, минимум 4 у Хантера. Одну справа, здесь две, и там еще четвертую. Возможно, я что-то еще упустил. Да, согласен. Ну, только у Кэши было еще больше шансов в первой игре на победу, чем у Хантера в Парсифмуну. Но параллель, в общем-то, правильная. То есть, тут, когда идет серия из игры, особенно... Там, две-три игры, не важно. Первая, как правило, особенно важна не только по результату, но психологически она важна. Потому что многие после первой игры, как вчера Colorful и как сейчас, судя по всему, Хантер, морально проигрывают. То есть, они уже начинают сдавать. Выкладываются полностью, понимают разницу в уровне, например. Ну, в общем, я не знаю, какие там у кого мотивы, но смысл в том, что после первой более-менее равной игры, может быть, Мун становится более агрессивным, более уверенным в себе. Короче, вторая игра... Вторая игра уже... Вот, вот, показывают от первого лица. Деконтраливает. Отступил. Но не выстрелил. Ну, тут же микромоменты такие есть, кривые, блин. Но все равно увел нагу, благодаря сапожкам. Так, Scroll of the Beast лесом. Инвульчик, наверное, на фонтан. Да, да, ну, у него есть арчевные, два стреляющих героя. В принципе, он с этим драконом разберется без особых проблем. Начинает, правда, с Мурлоков и Крабиков. Так, Т3 ждет Арбуз, скорее всего. Еще, кажется, тайминг Т3 другой у Хантера чуть попозже получается. Ну, сапоги, ключевое в этом матче пока что это сапоги. Козел бы не стал так агрессивно себя вести, будь у Димки сапожки. Он очень долгое время бегал вокруг. Да и потом, когда Арчу тоже добивал... Ну, и Нага тоже, собственно, не убегала, не догоняла. Пока что Креппинг, но вы видите, что по лимиту у Муна все лучше. По героям у него тоже лучше. Причем по обоим героям. Так, и что по артефакту из дракона? Выпадает нам. Плюс 6 чего-то там. Ага, силы, окей. Комментаторы тоже, окей. Правильное отношение к этому непонятному артефакту. То есть, ну, неплохо, но такое. Так, рык. У Хантера не светится Хантер Сол. Это, скорее всего, минус, потому что просто... А, и тут еще дрядка подставилась. Судя по всему, недоконтроливает опять. Добил, кажется, дракона, но возвращается пешком, не тратит телепорт. Минус АОФ. Я не знаю, он добил там этого Веспа или не добил. Да, добил. Вот Экспа прилетела, значит, Энтов недоконтролил наверху. Точнее, Хантер недоконтролил. Видите? А есть, есть, есть. Нельзя здесь сражаться с Хантером. У него какие-то проблемы с ресурсами, и с лимитом у него проблемы. 45... 46, ну, сейчас 50-50, но у Муна, видите, и ресурсов на руках больше. И, скорее всего, у него по грейдам должно быть получше, потому что... Вспомним про Хантер Сколл. Хорошо, не подпускает Мун Хантера вообще. Ну, провоцирует его на сражение в невыгодной ситуации, ну, позиции. Минус Алтарь. Нет, нападает Хантер. Форкет неплохой. А Энвул есть у Димки, он прожимает Энвул. Нага получает третий уровень тоже. Ну, вроде, тут можно отбиться Хантеру еще. У него почище медведь, лимит из медведей. А может быть, минус Димку сделаем? Да, став на Нагу. Телепорт на телепорт, падает, правда, один медведь еще у Хантера. Арчи, на самом деле, в Мироре. Они не то, чтобы они не нужны, они помогают тебе в середине игры в плане скорости криппинга. Ну, и сражаться, если ты встречаешься с оппонентом. Но ближе к лимиту 50-х эффективность, конечно, падает. Потому что они сильно проигрывают по ДПСу медведям. Они забирают лимит. Учитывая то, что ты должен как можно дольше сидеть на лимите 50, на этом чистом лимите. Без обкипа Арчи. Их даже иногда убивают к этому моменту. Чтобы, не выходя из лимита, мог противостоять. Это вот эти вот четыре Арчи, это два медведя. И хп больше, и урона больше, и заклинания хорошие, в общем. Ну ладно, телепорт на телепорт. Оба купили, кстати, ТП. Одинаковые лимиты, но опять же у Муна все значительно лучше. У него лучше герои. У него больше денег. Немножко, но лучше. Скорее всего, учитывая то, что он меньше потерял в прошлый раз, он заказал еще грейд, там, второй, третий на медведей. Сейчас прокликают медведей. Там тоже Хантер, как видите, сделает. Но я думаю, что у него 1-0 сейчас. Грейды. У Муна 1-1, скорее всего. Да, 1-1 у Муна. У Хантера. Давай, ну... Так, что-то там еще падает на базе, я не увидел. Медведи вроде плюс один у Муна. Пошли виспы. Хороший форкет. Магазин помогает. Мунвеллы помогают. Да, у Хантера тоже 0-1 у него. Грейды. Но если рыка нет, то 0-1, наверное, лучше будет. Так, и... О-о-о-о! Неплохо. Отбивается Хантер. Ну, как, у них одинаковые лимиты. Единственное, что Мун вроде как потерял меньше в этом сражении. Ну, по крайней мере, видим, что Хантер дозаказался, а Мун не дозаказался. То есть у нее как... У нее закасали уже по баблум. Опять. Опять сапоги решают. Вот сейчас Нага уходила только на стаффе. Только на стаффе уходила Нага. И выходит из лимита Мун. Скорее всего, сейчас будет пытаться добивать. У него есть все еще плюс один преимущество по грейдам. 1-1, 1-2. Или 2-1. Неважно. Опять это с... О-о-о! Серьезно? Или, может, подрывники? Нет, дропчик. Это хорошая, кстати, опция. Ну, только надо ряд куда убрать, чтобы не занимало лимит. Ну, там есть телепорт, конечно, но... Как правило, дропы, они всегда плюсовые. То есть, в любом случае, ты... Ну... Телепорт... Телепорт стоит денег. Сразу минус медведь. Телепорт. И спокойно ушел. Уже плюс. Колоссальный плюс. Серьезно? Да, стафф будет на дирижаблю. Классно. Да, он все еще актуален должен быть. Да? Запрещено такое? Ну, помните фишку, когда ты... Делаешь стафф и садишься в дирижаблю спиваешь, что стаффается все. Хорошая фишка. Говорят, запрещена. Ну, Хантер немножко для себя выиграл. Времени и лимиты сравнялись. Медведя подрезал. Один, два. Так. Два стаффа на два стаффа. Ну, Хантер хочет сражаться, посмотрите. Подрезается... Кажется, там висп был еще один. Новые виспы выходят. Угу, минус виспы на форкете. Ооо, вот это очень хорошо. Хантер не должен отпускать этих двух медведей. Он виспа даже тратит для того, чтобы спасти мишку. Ооо, и там медведи просто на муве бегали за демон-хантером. Это очень хорошо, Мэмун, чтобы их выбрать. И демон-хантер тоже. Ну, начинается стенка на стенку. Медведи Муна выигрывают явно. Некоторые медведи-хантеры вообще бегают за дриадкой некоторое время. Да. Прикапывают Диму. Ингул. Козлу плохо, кстати. Очень плохо козлу. Очень плохо козлу. Стал хороший. Ну и зеленые медведи у Муна должен здесь... Хотя нага битая тоже. Сейчас можно... Ооо, дирижабль. Да, это ГГ. Блин. Это дирижабль же хантера, ё-моё. Хаос. Просто хаос. Такие медведи красные провоцирует. Я думал, это Мун там контролит свою нагу дирижаблем. Нет, нет, нет. Осталось всего ничего у Хантера. 35 лимита. Несчастные герои, несчастные медведи у Муна 58. Но он не мог к нам оставаться, потому что козла уже не было. А нага была очень битая. Потерять там четвертую нагу, подкормить вражеских героев, это не... Ну не хочется. Не хочется. 58. Ну и решил подлечиться просто, хантер. Да, пришел, подлечился и ушел назад. А он просто увидел, что Мун уже подходит к его базе. Понял, что времени не дадут ему на подлечиться. Да ладно, прикапывается нага. Дриадки есть. А МШ? Так у тебя же Дриады с Аболишем. Ну да, Мун здесь должен добиться. Ну, огромное преимущество по лимиту. 62 на 45. Пятый Мун, пятый Кипер, скорее всего, будет Торнс. Третий. А не прикопка, естественно. Дима очень агрессивный и идет вперед. У него есть, правда, телепорт АМШ. О, что? Телепортируется. Ну, лечиться негде. ГГ. 2-0. Но хантер очень достойно сражался. Но хватит ли вот этого уровня Муновского, чтобы за то посражаться? То есть, что-то у него... Исполнение не... Гудгейм рекламирует на сцене? Отлично, отлично. Все, как мы договаривались. Это был первый игрок. Второй игрок, он был как-то outplayен от этого Кривчак, и он хочет дать ему играть на уровне. Лев. Продолжение следует...